Первая новость про то, что Победа запустила рейс из Внукова во Внуково, и билеты сразу же раскупили, то есть рейс крайне простой, вы просто садитесь во Внуково и летаете над Москвой, такая вот экскурсия, Москва с птичьего полета, соответственно, как на ладони, просто городок такой вот миленький, мне кажется, идея интересная, также понятно, что все быстро разошлось, билеты прям. Нету, сразу же все раскупили, люди явно как бы изголодались по полетам, потому что, наверное, всем помимо сидения дома хочется чего-то такого вот нового, и, наверное, когда вы вот собираетесь, едете в аэрофор, летите и садитесь, это почти такие же ощущения, как при поездке куда-то, то есть вы уже испытываете стресс и красоту, соответственно, полета. Это очень круто, и все, наверное, голодались по этому, поэтому билеты быстро разобрались. Неплохой камерский ход, Победа молодцы. Да, я согласен с Сараблезианом, я тоже часто летаю, влетал во всем случае, поэтому, ну, кому-то тут, для кого-то это редко, для кого-то это такая вещь, нечастая. Поэтому людям нравится, людям нравится. Победа молодцы, конечно, тем, что они сделали вот этот вот российский лоукостер. Победа — это дочка аэрофлота, если что. У них, кстати, самые низкие показатели по каким-либо проблемам техническим, потому что у них самолеты меньше всего стоят, то есть они постоянно летают, у них маленький вот момент передышки из-за того, что двигатели постоянно все работают. У них все хорошо с техобслуживанием и все хорошо в целом. Вторая новость на сегодня, первую мы обсудили про Победу, вторая новость на сегодня — это вот то, что Саван Хилл от Сони существует. То есть проект Саван Хилл живет, и, наверное, Сони, ввиду того, что сейчас она обладает таким... Я любил серию Саван Хилл, да, добавлю вот эту вот, обожал первую, вторую, третью и четвертую часть, причем считаю, что четвертая часть, несмотря на то, что она сильно отходит от канона, и разрабатывалась совместно с третьей, то есть они параллельные разработки шли, она очень хорошая и играет на интересных страхах, именно вот этой вот одинокой жизни, пребывания в какой-то квартире, и потом она, вот это вот ощущение, что квартира, твой дом, твоя крепость, она вот это вот рушит, ломает, и в этом ее драматургия хорошо строится, очень качественно. Вот. Я бы хотел увидеть новый Саван Хилл, сделанный какими-нибудь качественными разработчиками, потому что то, что сделал Гильермо Дель Торо совместно с, соответственно, Кодзимой Пяти, вот эта демка, она меня жутко пугает, она очень страшная, и мне она поэтому безумно понравилась, и сама ее механика понравилась, и я думаю, что сейчас жанр хоррора может преобразиться, особенно если дальше давить на вот этот вот психологизм, который был в Саван Хилле, и ковырять какие-то проблемы где-то того же Саван Хилла, да, например, вторая часть была про взаимоотношения, про страх быть с кем-то, про вот это вот неудобство, когда твой любимый человек заболевает, и тебе надо с ним ухаживать, и ты себя винишь, что ты не хочешь что-то делать, какие-то негативные чувства. Это очень взрослый, на самом деле, посыл, и очень интересный, и поэтому Саван Хилл для меня был намного выше, например, чем тот же Resident Evil, именно по содержанию, несмотря на то, что Resident Evil приятный боевичок, но вот Саван Хилл психологичнее, и поэтому более интересный продукт. Так, Союз Мультфильм показал кадры новогодней каркандашки Чебурашка Секрет Праздника. Вот мы их тут видим. Мне кажется, довольно лампово выглядит, конечно, хотя нет, очень-очень похоже стилистически на то, что было в Советском Союзе, на тот кукольный мультфильм Чебурашка, вот, и намного лучше, чем то, что сделали в Японии. Я думаю, что будет что-то хорошее, во всяком случае, я с удовольствием это посмотрю. Так, Союз Мультфильм вернулся к Чебурашке не просто так. Студия работает над игровым фильмом с бюджетом как минимум 600 миллионов рублей на минуточку. Это почти 10 миллионов долларов. Проектом также занимает студия UBV и каналы России и СТС. За сценарий полнометражного фильма отвечает автор франшизы «Последний богатырь». Несмотря на то, что будет игровойся, Чебурашка не изображен в получи графики. То есть это будет по типу, кто подставил кролика Роджера, когда у нас есть персонажи живые, и туда имплицирована какая-то графика, и Чебурашка будет там сделан в графике. Вспоминается сразу же фильм «Ахлобыстина» про солдат. Дэмбелл назывался. Вот, и там был Чебурашка, если кто помнит. Тоже смешанный с живой графикой. Кстати, Соник мне понравился. «Шел Чебурашка по городу и оглох». Да, вот. Но вот эта картинка, я прям в восторге от нее, если честно. Я, во-первых, очень люблю кукольную анимацию. И насколько я вижу, это не 3D, это именно кукольная анимация, судя по текстурности персонажей, фактурности персонажей. И это выглядит прям очень-очень хорошо. Восторг, восторг. Она не пропадает, мода на кукольную анимацию. Кстати, что интересно, вот мы смотрели интервью Долина, и Долин говорит про то, что в целом мультфильмы, они качественнее, чем фильмы. Над мультфильмами работают там совсем такие безумные и фанатеющие люди, и в плохих мультфильмах их намного меньше, чем в плохих фильмах. Я очень комплементарно отношусь к анимации, может быть, за исключением, как бы, аниме, которое именно делается, ну, как бы, вот, штампуется большим, так сказать, количеством серий. Вот. Но, типа, DreamWorks мультфильмы некоторые, многие мультфильмы Pixar, многие мультфильмы Like, Like Studio, которые делала с Тимом Бёртоном кукольные мультфильмы, они мне безумно нравятся, в том числе, немалую роль, в том числе, и в моём нике, помимо Триерак, у которого в Антихристе есть лис, который говорит, хаос правит всем, сыграл мультфильм фантастический мистер Фокс Андерсона. Вот, он тоже великолепный, великолепный кукольный мультфильм. Кстати, мы смотрели на стримах, в том числе и Остров собаки, он мне тоже очень понравился, я удивился. Следующая новость касается Sony. Компания Sony, которую мы уже упомянули сегодня. И, соответственно, Джим Райнер отверг информацию о том, что японский рынок теряет важность для Sony. Да, походили такие слухи, они также связаны с тем, что в интерфейсе, в использовании PlayStation 5, соответственно, раскладка на джойстике, она отличается от того, что принято в Японии, то есть у них подтверждение на, по-моему, на нолик, ну, на круг, а на X это отмена. В европейской версии всё наоборот, соответственно, кружочек это отмена, крестик это подтверждение. И поэтому, как бы считалось, что Sony теперь не так важен японский рынок. Напомню, что вообще вся индустрия видеоигр, тем более приставочных видеоигр зародилась в Японии, после чего, соответственно, была экспортирована в США, и там уже популяризирована. Вначале боролись такие компании, как Nintendo, а потом и Sega, после чего присоединился, соответственно, Sony с приставкой Sony PlayStation, которую они изначально делали совместно с Nintendo. Вот. И сейчас, соответственно, расклад понятен. И вот, что говорит Джим Райан. Райан. Вот так, правильно. Sony по-прежнему считает, что японский рынок крайне важен для нас. Мы уже давно не были так рады вовлечению местных разработчиков к сейчас. Во второй половине цикла PS4 мы видели, как активировались японские издатели, и с PS5 они не собираются останавливаться. Что интересно, что если у вас есть японский аккаунт, вы можете иметь доступ к большему количеству игр в действительности, потому что многие игры делаются только на внутренний японский рынок, и даже зачастую не экспортируются. Раблизиан спрашивает, как мне опыт с PS5? В целом я доволен. Я получил, что я хотел. Я достаточно увлекся. Как и радостки, здравствуйте. Я даже увлекся игрой в Demon's Souls. Мне, в принципе, все это понравилось. Мне очень нравится ее отзывчивость по сравнению с предыдущей моделью. Очень приятно работает интерфейс. В общем, в целом одни плюсы. С учетом того, что я не потерял возможность играть в старые игры. Demon's Souls, да. Demon's Souls великолепная. Дальше новость, касающаяся нашего президента. Президент у нас один. Это Владимир Владимирович Путин. И Владимир Владимирович не захотел президентства искусственного интеллекта. И вообще призвал к тому, что надо этот искусственный интеллект контролировать. Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока. То есть его спросили, может ли искусственный интеллект быть президентом. Он сказал, надеюсь, что нет. Надеюсь, в случае пока. Я думаю, что на самом деле развитие искусственного интеллекта и внедрение ее во все отрасли и в том числе развитие видеонаблюдения уличного, которое сейчас происходит, То есть сейчас все находится под контролем Это хорошая штука И мне хотелось бы, чтобы какую-то часть законопорядка На себя взял искусственный интеллект То есть для меня является интересным Если бы искусственный интеллект внезапно стал судить людей То есть обрел возможность выносить вердикты Исходя из кучи сигналов, которые он получает И заменил с собой суды Такие вот бездушные, как машина Но выносящие всегда справедливый вердикт Давайте послушаем Искусственный интеллект стать президентом Надеюсь, надеюсь, что нет И сейчас скажу почему Во всяком случае пока Все-таки искусственный интеллект Он в самом названии Видите, что происходит? Слово «искусственный» Как бы не настоящий Вот президент Такаев уже сказал О высших источниках происхождения человека У всего искусственного В том числе у искусственного интеллекта Нет сердца Души Нет Чувства сострадания Какой у нас президент хороший Посмотрите, ну ля какой Ну правда Какой нежный голос Как он приятно говорит Прям очень проникновенный голос Неудивительно, что народ его полюбил То есть вот прям И совесть Вот Те-те Все Вот эти компоненты Они чрезвычайно важны Для людей Которых граждане Наделяют Особными полномочиями В принятии и реализации решений Идущих на благо страны И иногда Иногда Я это знаю по своему собственному опыту И думаю, что Вот президент Казахстана это подтвердит Иногда Приходится принимать Казалось бы Не совсем рациональные решения А их Нужно принимать Исходя из 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 истории Культуры Из текущей практики И Устремлений И ожиданий Граждан страны И эти решения Они Для социальной сферы Иногда Кажутся нерациональными В области Скажем Пенсионного обеспечения В области Здравоохранения В других сферах Жизни и деятельности человека Но Они Для Президента человека Они кажутся Являются Обоснованными Потому что Он принимает решения Не в интересах машин А в интересах Живых людей И должен думать Именно Об этом Вот Я тут немного Не согласен С господином Президентом В том плане Что Конечно же Человечность Она наверное Важна Но если говорить О интересах Человечества То Вероятно Зачастую Некоторые решения Должны быть Нечеловечными То есть Немного Отходящие От человеческой морали И приняты Скорее В рамках Оптимизации Оптимизации Всего происходящего И с задачами Оптимизация Искусственный интеллект Он Так Идем дальше Так Скончался Народный артист России Борис Плотников Который вам Скорее всего Известен По Собачьему сердцу Где он играл Доктора Барменталя Вот Собачье сердце В год моего рождения Снято Он такой старый Я считаю Самая лучшая Экранизация Булгакова Очень близко К тексту Вот И очень жалко Что конечно Такое случилось Я водочки выпью А не будет вам Вам жалко Вы шариков Чепуху говорите И возмутительнее всего То что говорите Ее безапелляционно И уверенно Премию Рунета Вручили Ютуб каналу Росгвардии За патриотическое Воспитание Молодежи Я хотел Глянуть Вообще Что там такое Происходит Минус уши Есть канал На ютубе Росгвардии Собашки Там смотрите Мы запускаем Новое шоу В котором Звезды телевидения Шоу-бизнеса Спорта И интернета Будут испытывать На себе Все то Чем ежедневно Занимаемся Мы военные Проверки на прочность А я сейчас кому-то Что-то по-моему Сделаю Вот так В общем-то В общем-то Я не знаю Мне кажется Вот это Есть некоторая Проблематика То что На В этой волне Ура патриотизма Почему-то Вот Нашего Правительства Наши войска Не могут сделать Что-то такое Что Завлекало То есть Это выглядит Вроде бы хорошо Но все равно Есть какая-то Лугольщина Что-то не так Как-то это Не Не искренне Что-ли Не знаю Какая-то есть Проблематика Как будто бы Просто кто-то Хотел заработать денег Было бы интересно Чтобы хорошие пиарщики Всем этим занялись И действительно Сделали качественный продукт Но зная Как обычно Делается пиар В этой стране Думаю Все равно Ничего не получится Вот такая вот у меня Выводы и итоги И затея В принципе Хорошая Невзоров говорил Что собачье сердце Кадр в кадр Пересенят с итальянской Икранизацией Кстати я не знал Может быть Надо глянуть А может быть Невзоров Врет Врет Тут какая-то Следующая новость По поводу того Что Систему Разрушения И эффектов В ремейке Demon's Souls Тестировали С помощью Резиновых уточек Давайте глянем Ой Даже Громкий И действительно Уточки Посмотрите Уточки валяются Ебать Ужасно Гигантская Гигантская утка В общем Утки Это такие Интересные существа Я думаю Не просто так Утята Символ заговора Что интересно Что Вот эта студия Которая делала Ремейк Она в том числе Запрятала Козлов Помимо того Что он тестировал Все на уточках А еще есть Впрятанные козлы В Demon's Souls И Вот эти Странные Странные лица Козлов Можно То там Увидеть В общем Говорят Что Форма уточки Она идеальная Я тоже так считаю Вообще Не знаю Вы любите принимать ванную Я вот не люблю душ Люблю ванную И Ванную Приятно принимать Когда есть пузыри То есть Вот эта вот пена И наверное С уточками Для такой полной атмосферы Для того Чтобы не чувствовать себя Одиноким Да Кто-то был рядом Рождественская реклама О продуктах Microsoft Оказалось Сном собаки Давайте посмотрим На этот сон собаки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ном ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забавно, что Microsoft Здесь В этой рекламе Сделала Некоторый Большой акцент На Именно Свои Игровые продукты И По сути Позиционируют себя Как некоторую Компанию Для досуга То есть Там только один Продукт Был деловой Показан Это ТИМС Именно И в том числе И с собаками Остальные все Это игровые продукты Продолжая тему Видеоигр Минздрав Продолжил Законодательно Закрепить Процесс Экспертизы И запрета Вредных для психики Видеоигр И игрушек Вообще Мне кажется Вредность Для психики Видеоигр Надо еще Как бы Доказать Мне кажется Надо быть Просто Ненормальным Человеком Чтобы Как-то Видеоигры Повлияли на твою психику Да В проекте Поправок Также описывают Случаи Которые могут Нести в себе Риски для психического Здоровья Детей А именно Действия Представляющие угрозу Жизни или здоровью Людей Самоубийство Причине вреда Или насилию По отношению К другим людям Или животным Употребение Наркотиков Психотропных Веществ Табака И алкоголя Сцены Сексуального Насилия Панографического Характера А также Сцены Словых Отношений Проституция Смерти В форме И Оскорбление Чувств верующих В общем-то Наверное Правильно Что цезура Берет Под свой контроль Что-то Что связано С детьми Потому что Видеоигры Наверное Могут влиять На неокрепший Мозг ребенка Но Интересно Как это будет Реализовано У нас И как это Все будет Работать Так Влада Барков Если родители Не могут Ограничить Своих детей От игры Которая Им не Неназначена То это Уже Их проблема Да В любом Случа Каким-то Конечным Дизижн Мейкером То есть Тем Кто принимает Решение Остаются Родители И Власти Родителей Как-то Повлиять На Тот Контент Который Будут Потреблять Их Дети Не знаю Будут Ли Они Это Делать В Действительности Здесь Проблема Что Осознанность Родителей Она Тоже Под Вопросом И Правильность Воспитания Но И На государство Не переложить В общем Такой Кровегомный Камень Сложно Оценить Как Лучше Делать И Как Надо Делать Вот Ну Хрен его Знает В любом Случай Фильтрация Контента Должна быть Хотя Я И в чем-то Ностальгирую По тому Свободному Интернету Каким Он Был Раньше И Что В нем Было Раньше Это Действительно Интересно И Было Совсем Другое Ощущение Общения В интернете Можно Обязать Издателей Предупреждать О содержании Игры Соответственно Рейтингом Издателей Вводить Какие-то Фильтры Это Говно Я думаю Так и Будет В итоге Это Сведется К Рейтинговой Системе И Может Быть Какую-то Уголовную Ответственность За Ну Не Уголовную Административную Скорее всего Ответственность За продажу Видеоигр Несовершеннолетним То есть Там Допустим Если Стоит Рейтинг 17 Плюс То Нельзя Продавать 16 Плюс Ребенку Следующая Новость Сеть Интернеров AMC Раскритиковала Warner Bros. За решение Выпустить Все фильмы 2021 года Одновременно В общем Решение Выпускать Сейчас Киноновинки Совместно Одновременно С стриминговыми Сервисами Оно Понятно Ввиду Изоляции И формирования Новых Привычек У потребителя Не знаю Что будет С кинотеатрами Возможно Кинотеатры Снова Перейдут В некоторое Такое Маргинальное Что ли Вот Оно Понятное Такое Решение Конечно Сейчас Все ушло Стриминговые Сервисы И Видимо Для Warner Bros. Это тоже Будет Некоторый Эксперимент Некоторые Риски Которые Они понесут Сократиться Понятное Дело Негодование Систем Кинопроката Потому что Они понесут Ощутимые Убытки И доходы Сместятся В пользу Стриминговых Сервисов И стартапов Но Неизвестно Кто выиграет То есть Неизвестно Сомогут ли Стриминговые Сервисы Формировать Такой поток Кэш Вот И Гвасити AMC Говорит Мы сделаем Все возможное Чтобы Warner Bros. Не поддерживал HBO Max За наш счет Мы будем Настаивать На условиях Которые позволят Сохранить Наш бизнес Разумеется Сейчас В период Изоляции В период Запрета Посещения кинотеатров Кинотеатры Ищут И испытывают Большой стресс И большую потерю денег Им будет сложно Оправиться От этого И Вернуть все Как было Будет крайне сложно Надеюсь Все таки Пандемия В итоге Закончится iPhone 12 Продается в России В три раза хуже Чем iPhone 11 Мне кажется Это неудивительная новость Потому что Инновации Новостей Еще Вот Неудивительно Что такое случилось В общем-то В iPhone Достаточно мало Инноваций Для того Чтобы он Хорошо продавался Плюс Разумеется Общее падение Экономики Ввиду коронавируса Потери работ Многих граждан Новостей Федерации И вообще Депрессивное настроение Приводит к тому Что люди Отказываются От роскоши А iPhone Это по сути Всего Роскошь И Неудивительно Что так случилось Трейлер Третьего сезона Американских богов Несмотря Вот сериал Не знаю Почему он попал В подборку новостей Но давайте глянем Я хоть немного Выдохну Я не буду Делать Ты продолжаешь Делать Я не буду Делать Я не буду Делать Делать Если я не Убираю Моя собственная Сама Как я Убираю Супер 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 Да Кстати Ассембла И Пел Год Как вам Ведьма Вы вчера Его смотрели А кто Умешал Его смотреть I think you're Gonna like it here So I think The final curtain The only destiny I want Is a normal life Well looky Who's here We will hunt And kill Every one of you That gets In our way Продолжение следует... 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 Я надеюсь, что мы доживаем последние дни кризиса И будем потом активно его выходить Экономика будет простимулирована Идем дальше Есть исследования среди IQ геймеров И самыми умными в среднем оказались ПК-геймеры Имея IQ 112 баллов в среднем На втором месте геймеры, которые играют на PlayStation На третьем геймеры, которые играют на Xbox И на четвертом, соответственно, играющие на Nintendo Switch И в конце всего, конечно же, играющие на мобильных платформах Вот такое вот распределение интересное Еще интересно то, что macOS-пользователи по IQ выше, чем Windows-пользователи Но при этом самые высокие IQ-андроид-пользователи И в целом женщина умнее, чем мужчина по этому исследованию Такие вот дела Играйте в игры, чтобы развивать мозги Идем дальше Игровое кино выпустит в российский кинопрокат Фильм Дэвида Линча «Manhole on Drive» Кстати, я бы на него сходил Считаю, может быть, самым лучшим фильмом Линча Самым интересным Давно его не видел И это хорошо, что... Понятно, для чего это делается Кинокомпаниям, ну, кинопрокатным компаниям Нечего показывать на экранах Им надо что-то находить, какие-то ходы И вот они сейчас активно старые шедевры Пока прокатывают по-новому, чтобы хоть как-то оправдать аренду И зарплату персонала Вот, ну, а для нас это хороший шанс посмотреть старые шедевры На большом экране Я схожу на «Manhole on Drive» И рекомендую и вам поддержить кинотеатр Так, идем дальше Сейчас, как бы, подходит к концу 2020 год И, наверное, часто вообще в новостях и обсуждениях будут некоторые итоги Итоги, все подводят итоги Такая, как бы, традиция Подвести итоги, как прошел год Как что-то случилось И итоги подводят сервис Spotify в России Значит, что у нас популярное? Топ-5 альбомов салонтреков к видеоиграм На первом месте «Ведьмак» На втором месте «Дум» и «Майнкрафт» Потом «Elder's Cry Skyrim» и «Last of Us» Это интересно Жанры Больше всего любителей русского хип-хопа у нас Среди пользователей Spotify И на втором месте «Русский трэп» Потом «Рэп», «Поп-рэп», «Трэп» Не знаю вообще, что это такое Топ-5 артистов по прослушиванию Это «Маргинс Штерн» в первом месте Топ-5 исполнительный Просто не на игровых консолях Это «Билли Айлиш», «Дора» Интересно В общем, о вкусах российской аудитории В «Спотифай» в принципе можно сделать выводы Выводы неутешительные Ну что ж поделать Таковы массы Таковы массы Таковы массы Что они могут еще любить А «За Май» и нет «За Май» и «Литарин» выходит Идем дальше В общем, «Дода Пицца» выпустила Пиццу в стиле «Киберпанк» Да, смешно В стиле «Киберпанк» Вот Не знаю Как они смогли договориться Но, видимо, как-то договорились Соответственно, в студии разработки Я не жду «Киберпанка», хотя думаю Стоит в него играть или нет Сейчас в таких больших раздумьях Я так понимаю, что буквально на днях Он должен уже зарелизиться И появиться Диски с ним В общем-то, поиграть, наверное, стоит Но, наверное, дождусь каких-то первых обзоров И мнений Хайп прикольный «Дода Пицца» вообще-то неплохая Пицца Можно заказать, попробовать В любом случае Для оценителей В коллекцию Такая коробка, наверное Пригодится Идем дальше Топ главных страхов россиян Значит, в основном 60% это Рост цены и инфляции У 52% Ну, видимо, это не проценты Это что-то другое Низкие зарплаты Качество медицинских услуг Род безработицы Кризис в экономике Коррупция Проблемы ЖКХ В целом Понятно, что На фоне пандемии Люди боятся Что экономика Нашей страны рухнет А все к этому идет Будет какой-то спад Будет проблема И неудивительно Что страх такой Присутствует 100% дефицит ПС-5 в магазинах Ну, к счастью Мы этот дефицит Как-то Преодолели Вот И это кошмарно, конечно В большом страхе Короче, находится страна Никто не понимает Что будет дальше Я тоже не знаю Что будет дальше Хочется все-таки Верить в лучшее будущее Сервис Гипси Гипхи Который, кстати, купил Фейсбук совсем недавно Попубликовал Писок самых просматриваемых Гифок Гифок Вот И давайте их тоже посмотрим Первое место Сэнки Вот эта вот Собачка Кстати, забавно Что этот смайл Интерпретируется вот так На самом деле Это смайл Значит, типа Дай пять А не Вот это вот Очень смешно Что Он как бы Своё значение изменил Я люблю тебя Какие милые Ванильные гифки Привидениями Это, видимо, гифка Прирочена каким-то протестом И, что удивительно Десятое место Заняла гифка С Беляриш Здесь с маской Такие вот дела Но ничего Это такого прям интересного Я думаю, что будет интереснее Траты россиян В черную пятницу Уменьшились почти на 40% В 2019 годах Это, конечно, очень много И тоже много о чём говорит Потому что люди Скорее всего Не то, чтобы не имеют денег Но, скорее всего Просто не хотят с ними расставаться Чем-то, что является Правильным, конечно, решением Но Всё это, опять же Пугает Пугает Я лично на эту черную пятницу Ничего не покупал В принципе, я никогда ничего не покупаю Считаю все эти скидки Некоторые Махинации Некоторым обманом Вот И Конечно Наверное И ритейл от этого пострадал От низкой активности Покупающих Плохие звоночки Плохие звоночки Парк Нинтендо Откроется В Осака Ну-ка Там есть какие-нибудь фоточки Или Вот такой вот парк Мне кажется Достойный С большими отсылками К великолепной игре Которая исполнилась 35 лет Братья Марио С гигантским Просто Я не знаю Это деревянным Золотым Боузером Посмотреть Нет Он просто Серый какой-то Гигантский Боузер Видимо Его еще раз красят Я Прям как Любитель Марио С трофеями С трофеями Из Марио Карт Великолепная Штука С Марио Карт Там прям вот Горками Видео Марио Карт Блин Жалко Жалко Что я старый Я бы хотел там Побывать Выглядит очень классно Обожаю серию Марио Так Создатели Черного зеркала Работают на Пседо Вот это интересно Создатели Черного зеркала Работают на Пседодокументальном Фильм о 2020 Годе Вообще интересно Как эту тему Вот этого Кризиса И пандемии Обыграют в кинематографе Какое оно влияние Культурное Окажет на Вообще Все Потому что Сейчас мы в ней живем Но когда-нибудь Это закончится Это забудется И будет все восприниматься Просто по-другому Совсем иначе Вот И Любопытно Любопытно Это гигантский Культурный феномен И мы Живем в такое Уникальное время Плохо, что это случилось Но Такого уже никогда не было Вообще как чума И последняя новость На сегодня Что создатель Викингов Тюдоров Работает над сериалом О вспышке Бубонной чумы Вот я сказал Чума И вот она Чума О вспышке чумы В Соответственно В 17 веке В Лондоне И это тоже такая Актуальная тема Как мне кажется Пересекающаяся С реалиями Про чуму бы я посмотрел У меня недавно Когда я гулял рядом С чумным кладбищем Где хоронили чумных Прямо стало не по себе Когда я это все представил Что происходило И как это происходило В Москве Вот Ну мы посмотрим Про Лондон Собственно Это все Чумные новости На сегодня На сегодня Продолжение следует...